Привет, сегодня у нас формат интервью, в общем поговорим о ситуации на рынке в целом и в интервью у нас сегодня присутствует гость, мой хороший знакомый Никита Куценко, у него своя аналитическая компания по фундаментальному анализу криптовалют. Никита, расскажи о себе коротко и уже перейдем к основной теме, о чем мы сегодня поговорим. Да, Аня, спасибо, друзья, всем привет, еще раз представлюсь, я Никита Куценко, директор по маркетингу и сооснователь компании, которая занимается фундаментальным анализом криптовалют, название Степсоколус, вот сзади логотипчик, справа видно. Также важно отметить, что у меня есть сертификаты риск-менеджера, трейдера и специалиста по глобальным финансовым инструментам. Это, я говорю, не для того, чтобы просто похвастаться, а чтобы показать, что есть определенного рода компетенции и чуть-чуть, немножечко можно доверять моим словам. У нас сегодня тема вообще, ну, биток растет, крипта растет, конечно, всем интересно, что на рынке происходит, ну и просто мы с тобой удачно очень решили, да, вообще связаться, обсудить это, потому что у вас аналитическая компания. И вот главный такой вопрос, что вообще на рынке происходит, с чем связан такой рост битка и альтов, как это связано с фундаментальным и с техническим анализом, если вы с тем и с тем работаете, очень интересно было бы послушать. Да, конечно. Ну, начнем с того, что действительно рост уже начался и есть все основания, предпосылки считать, что это только на самом деле начало с большого затяжного буллрана, как говорят трейдеры на крипторынке. И для того, чтобы показать все нюансы технического и фундаментального анализа, позволь, я продемонстрирую экран. Так, это ты сейчас будешь рассказывать про технический анализ. Здесь будет 5 основных причин, в том числе технический анализ, да, потом я перейду на фундаментальный. 5 причин, почему биток сейчас растет и крипта вся вообще. Да, точно. Итак, перед нами график цены биткоина. Обычно с такими словами начинаю на нашем YouTube-канале выпуски. Сейчас на твоем немножко необычно. Значит, график цены биткоина и здесь отражено 5 причин, которые мы считаем важными. Не только я, а все наши аналитики в компании, которых больше 4-х человек. 5 причин, которые приведут цену биткоина к 13 тысячам долларов уже буквально в течение нескольких месяцев. Ну, скорее всего, до халвинга, который состоится в начале мая. И, скорее всего, поведут ее дальше, выше 13 тысяч, там, к следующим хаям, к обновлениям хаев прошлого года. И из технических причин хочу показать один из самых главных, вот, таких ключевых индикаторов, которые может посмотреть каждый. И для этого даже не нужно быть там гуру теханализа, изучать там новостные сайты и пытаться понять текущую обстановку на крипторынке. Для того, чтобы вообще в целом понять, вот, как сейчас обстоят дела, хорошо или плохо, растет или падает биткоин. Биткоин, достаточно открыть любую биржу, в которой есть история торговли, ну, там, больше 5 лет биткоина. Включить дневной таймфрейм, ну, те, кто торгует, понимают, да, что это. И посмотреть на 200-й мувинг. Вот сейчас я отключу все другие, чтобы они не мешали. Вот сейчас у нас график цены биткоина. Синяя полоса – это видно, да, Тебяне? Да, видно, конечно. Да, синяя полоса – это 200-дневная скользящая средняя. И если цена биткоина торгуется выше вот этой средней скользящей, это значит, что дела на рынке идут хорошо. Значит, что можно покупать и на долгосрок с потенциальной хорошей прибылью входить в рынок. Если цена ниже этой средней скользящей, значит, у нас, скорее всего, медвежий тренд. Вот если посмотреть всю динамику биткоина раньше, начиная там с 2014 года, здесь у меня битстамп, здесь, наверное, есть и даже 2012 год, вот 2014. Каждый раз, когда цена уходила выше вот этого мувинга, то у нас был длинный-длинный затяжной буллран, который приводил цену к все к новым-новым хаям. Затем, когда вот мы в 2018 году начали падать, да, вниз, конечно, была высокая волатильность, но уход цены за 200-ю мувингу уже ознаменовал медвежий тренд. Это вот один из основных таких самых простых индикаторов, которые может использовать каждый. А вот по этому индикатору, мне интересно, на какой цене вот пересеклась вот эта линия? Ну вот цена была 8900, вот, причем сломили эту линию очень сильно, буквально одним импульсным рывком. В прошлый раз, это было 30 марта, получается, 2019 года, также импульсно в течение одного дня сломили эту линию и пошли вверх. И вот до каких отметок, там, вплоть до 14 тысяч цена нас увела. Если человек не торгует, да, ему вот эту вот линию можно просто смотреть хотя бы, чтобы понимать, какой тренд, предположительно, сейчас идет, да? Совершенно верно. Это самое простое и самое надежное, как говорится. Есть еще один такой же технический индикатор, еще так более надежный для более недоверчивых. Это если мы включаем 21-дневный мувинг, сейчас я выключу 200-й и переключаемся на недельный таймфрейм. Вот у нас получается вот эта вот такая оранжевая линия на недельном графике биткоина, она также показывает очень сильный тренд. Вот мы видим, как еще раньше, в 2017 году, цена не раз отскакивала, когда приближалась к этим отметкам. И когда пересекала, вот уже в начале 2018, мы уходили также в даунтренд. Опять же, сейчас у нас вот прекрасно торги идут над этой линией, мы ее тестировали. Вот видно, красным отмечено тестирование линии, да, свечка такая, дожи называется свеча. Поэтому по двум основным индикаторам тренд у нас бучий. Этот индикатор, получается, нужно смотреть именно на недельном, да, таймфрейме? Да, 21-дневная скользящая средняя. Помимо технических таких очевидных индикаторов, у нас есть еще фундаментальные индикаторы. И мы, как компания, которая занимается фундаментальным анализом криптовалют, конечно, обязательно сейчас о нем расскажем. Есть такой индикатор, доступный всем. Я также на него переключусь. Он называется SOPR. Вот его аббревиатура. Переводится как Spent Outputs to Predict Bitcoin Lows and Tops. Такое сложное название. Если вкратце, да, этот индикатор показывает, насколько цена покупки биткоина ниже цены его продажи. И значение этого индикатора очень простое. Когда вот эта вот оранжевая линия выше отметки единички, вот это у нас единичка посередине, когда желтая линия выше единички, это значит, что цена добычи биткоина, то есть его покупки, она ниже цены продажи. Значит, майнеры, они все зарабатывают деньги на майнинге, добывая и продавая биткоины. Когда эта линия ниже единички, это значит, что цена добычи, она ниже цены продажи. И майнеры идут в убыток. То, как правило, вот если мы посмотрим на график, да, я, кстати, наверное, этот сайт тоже оставлю по ссылке к видео, для того, чтобы пользователи зашли, посмотрели, да. Каждый раз, когда вот этот индикатор был выше единицы, мы также входили в затяжной bullrun. Когда он падал, то у нас наступал медвежий тренд. Это все очень легко отслеживается. И вот сейчас, получается, мы вышли также недавно, вот в январе, в начале января, за единичку вверх. И можем ожидать, что рост, ну, несколько месяцев точно будет вверх. Рынок небольшой, и ему можно легко управлять. Мне вот интересно, вот с этой стороны тоже, как вот по аналитике складывается все. Ну, как говорят трейдеры, покупай на слухах, продавай на фактах. Когда идет какой-то слух на рынке криптовалют, да, что сейчас там какое-нибудь агентство американское, там, СЭК, узаконит ETF на биткоин, да. Все начинали, вот, например, 17-18 год. Это был мощный триггер для роста цены. Все ожидали, что сейчас узаконят, и большие деньги институциональные польются в биткоин. Каждый раз, когда они откладывали, цена резко обваливалась. То есть, действительно влияет, но это на такие небольшие, короткие движения, там, 10-15%. Если мы видим, там, погоду, если у биткоина начался булран, он может спокойно набрать, там, 300-500% и 1000% за несколько лет. А 10-15-20% колебаний, ну, они в глобальной масштабе, конечно, не сильно существенны. А что касается текущих новостей, их влияния, действительно, оно есть. Это коронавирус злободневный, да, о котором сейчас говорят уже на каждом углу со всех экранов. Только на моем канале еще не говорили, поэтому, конечно, уже пора. Мы нашли очень интересную корреляцию. Сейчас я ее покажу. Вот корреляция обратной цены биткоина и индекса китайских компаний. Причем здесь биткоин, китайские компании и коронавирус, да. Ну, все знают, что коронавирус начался с Китая. И основной-то удар, конечно, пришелся на эту страну. А так как у нас и майнеры находятся в Китае, а в майнеров большее количество биткоинов на сегодняшний день сосредоточено. Во-первых, там сейчас несладкую жизнь правительство Китая устроило майнерам. Во-вторых, в принципе, население действительно обеспокоено. Мы общались и с местными людьми, а даже наши сотрудники, у кого есть знакомые в Китае, они говорят, что люди напуганы, боятся выходить из дома. Экономика в ее привычном состоянии приостановилась. И люди элементарно в такой ситуации видят в биткоине защитный актив. Потому что, собственно, ну, как вы знаете, наверное, биткоин появился в 2009 году, в 2008 был кризис. И, как многие утверждают эксперты, что биткоин есть ответ тому вот разразившемуся в 2008 году кризису на рынке недвижимости в США. И когда наступают такие тяжелые моменты, люди, скорее всего, хотят как-то защититься вот в классических рынках финансовых, защитить свои активы, найти какие-то защитные позиции, бегут с золота и, скорее всего, бегут в биткоин. И подтверждение этому мы нашли как раз вот проанализировав индекс, сопоставив китайских компаний. В него входят там больше сотни компаний средней и высокой капитализации и биткоин. Значит, перед нами корреляция двух активов. Сверху у нас биткоин, снизу у нас индекс китайских компаний MSCI China. В него входит топ 100 компаний высокой средней капитализации. Он отражает вообще в целом текущее состояние на рынке Китая, да, этот индекс. И вот если даже без деталей, невооруженным взглядом посмотреть, то мы видим, что когда биткоин падал, этот индекс рос. Когда биткоин рос активно, да, это вот как раз у нас начало 2019 года, весна, там, вот с марта по июнь, вот этот активный рост, который был, в это время индекс начал падать. Это вот видно и в том числе сейчас, так вот, сейчас я камеру подвину. Сейчас видно текущую ситуацию, когда вот 24 января был обнаружен вирус, о нем начали говорить в СМИ, биткоин резко подскочил вверх, а при этом индекс начал падать. Сейчас вот идет какая-то стабилизация и биткоин, и этот индекс растет, но глобально вот видно, что корреляция, она идет обратно. Ну, интересно, да. Я даже не задумывалась об этом, если честно. На графике очень наглядно просто все видно. И у нас еще, помимо вот таких вот локальных новостей, да, есть еще один базовый фундаментальный фактор, который работает каждые 4 года стабильно. Это халвинг, халвинг биткоина. Конечно, об этом все говорят сейчас. Он уже наступит через там 86 дней. Сейчас я покажу, вот у меня здесь был открыт сайт как раз. Вот 86 дней, это счетчик обратный до халвинга. Состоится он 8 мая. Кстати, эта дата каждый раз меняется. Там, видимо, от мощностей зависит майнеров. Было сначала в апреле, потом 4 мая, сейчас 8-го вот передвигается немножко. Но примерно вот в мае состоится он, да. А халвинг – это созданный командой Сатоши Накамото, да, такой искусственный инструмент, который постоянно повышает цену биткоина вверх. Дефляционный, короче. Да, да, совершенно верно, да. Снижает инфляцию биткоина, да, соответственно, дефляционный. В этот раз у нас майнеры будут вместо 12,5 биткоинов добывать 6,25 биткоина. И, скорее всего, конечно, это так же, как и в прошлые разы, будет влиять на цену положительно. Ну, посмотрим. Мы опираемся на историю. Все аналитики, как правило, опираются на историю. Но не факт, что история может повториться, да. Если бы все было так просто, конечно, все бы уже давно ходили там на финансовых рынках чрезвычайно богатыми. Повернуться ситуация может по-всякому, но, тем не менее, все предпосылки к росту есть. Слушай, отлично. Прям такой материал, такая выжимка без воды, интересных фактов, просто наглядно причем показал. У нас просто неиспланированный какой-то сценарий был, поэтому я сейчас сама такая сидела и такое интересно-интересно. Спасибо большое. Слушай, а подскажи, вот у вас получается компания аналитическая, да, по фундаментальному анализу. А вы, получается, сами торгуете, как-то используете эту информацию? Очень она вам помогает. Вот интересно узнать. Ну, да, конечно. Во-первых, вот для зрителей, да, твоего канала, хочу сказать, что вот у нас есть телеграм-канал. Вот я его здесь вывел. Его можно найти, ну, наверное, также оставим ссылку, да, стипсоколус, нижнее подчеркивание рус в телеграме. Он совершенно бесплатный. Это один из главных инструментов здесь работает в этом телеграм-канале. Один из главных наших инструментов – блокчейн-скринер. И вот недавно появился сервис, там, года полтора назад, Вейлалерт, который показывает перемещение транзакций крупных от 500 биткоинов, да. И когда этот сервис появился, мы увидели такую интересную особенность, что многие СМИ и, ну, люди просто, комьюнити криптовалютное, когда видели какую-то крупную транзакцию, озадачивались одним вопросом. Кто-то перевел 50 тысяч биткоинов, там, с неизвестного кошелька на биржу. Что будет дальше? Как это повлияет? Это упадет или это вырастет? Ну, из-за этого биткоин, да. То есть люди гадают. Мы поняли, что есть такой запрос. И мы настроили вот свой инструмент блокчейн-скринер таким образом, чтобы он в автоматическом режиме также парсил все крупные транзакции, но с более глубоким уровнем анализа, чтобы он смотрел, как все эти транзакции крупные влияли на цену. И вот мы в таком очень простом, понятном виде, вот сейчас можно увидеть, да, отражаем это. Вот, например, прошла транзакция недавно. У нас система обработала сразу все 339 транзакций на этом кошельке и сказала, что в среднем такие транзакции влияли на 3,21% вверх для роста биткоина. Влияние оказывала вот эта транзакция на этом кошельке. Понятно. Да, мы смотрим историю. Вчера, например, мы, вот этот рост биткоина, который вечером произошел, там внезапный, там почти там на 1000 долларов, да, мы его предсказывали вчера, весь день у нас были крупные транзакции. И, ну, такое на самом деле бывает нечасто. Вот началось там с 12 тысяч транзакций ночных. И вот у нас все время там 4,33% направления тренда, плюс 1,41%. Нет, отлично. Мне прямо очень понравилось, на самом деле интересно, ценно. Ребята, все пишите комментарии, да, что думаете по этому поводу, что думаете по поводу цены биткоина, вообще ваше мнение, куда она пойдет. Вот. И все ссылки, вся информация обязательно, все в описании я оставлю. Никита, мы с тобой тогда прощаемся. И если что, если прям все так заинтересовало, встретимся еще раз, может, уже на твоем канале, конечно, не знаю, посмотрим. Пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо большое, Аня, за приглашение. Был рад пообщаться.